Понадобилось мне тут сделать страховку на машину. Вообще, на штате страховка не обязательно. Тут я собрался идти на компанию UPS. Доставка посылок нового года. Сезонная работа. И они требуют. В общем, начал смотреть какие-то страховые компании. У нас есть в округе, вот есть много каких-то. Первым делом есть такие компании, у которых даже нет сайта. Например, компания какая-то People's United, там чего-то. Телефон. Все, ни имейла, ни сайта. Звоните. Дальше. Вот тоже есть. Телефон сайта нет. Телефон сайта нет. Есть сайт. Заходим. Все это у меня происходило в пятницу вечером. Где-то без 25 я начал. А все, вся жизнь кипит до пяти часов. Ну, вот есть какой-то сайт. Телефон есть там. Такая вот страховая агентша. И на сайте нет формы для просчета цены. Только можно заполнить данные себе. Это о себе. Потом я там дальше о машине должен заполнить. И потом дальше еще о жене. Где работаем. Что тут вообще делаем. Когда приехали. И потом только она получит это заявку к себе. И когда у нее будет рабочее время, в понедельник, она позвонит. Спросят опять то же самое. Я опять все это расскажу. И уже потом через полчаса, хоп, надо приехать в офис. И потом можно купить полис. Значит, я заполнил там. Я даже позвонил вот в эту компанию. Было бы 25. Рассказал все, что надо. Она сказала хорошо. Но все, уже сегодня поздно. Завтра там. Нет. Завтра выходной. Суббота. Потом в шесенье. Понедельник. Вот там у нас день ветеранов. Тоже праздник. Хорошо. Извините. И... Нет. Сегодня мне кто-то позвонил. Но я не брал трубку. Потому что звонили в 8.30. Я еще спал. Значит. Вот вам высокие технологии. Есть другие сайты. Например. Вот какой-то ААА. У них есть... На сайте онлайн-калькулятор они, в принципе, быстро дают цену. Даже... Не. Смотрите, все не помню. Что хорошо. У этих по ВИН-коду подтягиваются данные о машине. Не знаю, из какой базы. И вроде бы обо мне тоже. То есть уже половину информации заполнять не надо. И... Потом я нашел. Я просто вспомнил, что у меня когда-то давно была страховка в компании такой. Там на сайте можно заполнить форму. Сразу она выдает цены. И сразу же можно купить полис. И цена 42 доллара. Правда, почему-то 44 в конце получилось. Но... В других местах 80, 90 и даже 173 я видел. Просто... Говорит об уровне автоматизации и... Какая-то кручного участия, которое влияет на конечную цену тоже для потребителей. Потому что я предполагаю, что в этих агентствах они потом... Точно так же в ручном режиме будут мне звонить, там что напоминать. То есть никаких систем у них нет. Вот посмотреть вакансии, то программисты им не требуются. А, конечно же, это страховые компании. То есть это просто спекулянты от других агентств. Вот так. Вот... Получается нелогично. То есть, с одной стороны, компания не автоматизирует свой сервис. С другой стороны, у них высокие цены, соответственно, поэтому... Ну, там работает один человек, может быть. И... Ну, просто то потеряет клиент. Потому что, вот, например... Для этой компании не указаны часы, когда они работают. Для каких-то указано, но... Вот, например, это сегодня... Ну, предупреждается, может быть, не работает. Надо звонить, узнавать. А сайта нет. Для сайта есть. У этой сайта нет. Информации о рабочих часах тоже нет. Только телефон и все. То есть, они любят, чтобы им звонили, спрашивали. Это полчаса. Так что будем выяснять? Такая же история с работой. Но это потом в отдельном выпуске. Да, и я получил еще. То есть, сейчас, получается, я подал вот эти квоты на разных там компаниях, штук за 5, 7, 10. И они начинают слать письма всем. Что вы там что-то хотели. Мы там хотим с вами связаться. Дайте нам еще там возможность для удобного звонка. Или мы вам будем сами звонить. Или вы нам позвоните вот когда-то. То есть, вместо того, чтобы это все сделать на сайте, вот такая нелогичная история происходит в высокотехнологичном. Ну, так у меня было мнение в Америке. Ну, так у меня было мнение вещества. Так у меня было мнение в магазин, Я вам плавали.